Ну, наконец-то, любимый отдел наших зарубичан это сосиски-порубки. Вот, 7,50. Берлинки обалденные. Давайте сейчас найдем те порубки, которые килограмм. Вот они, вот те самые. Это не те самые, вот они. 7,90 подорожали. Раньше они стоили 6 годов, сейчас уже 8 годов за килограмм. Да, видите, инфляция тоже касается даже таких развивающихся страны, как Польша. Так что, ребята, смотрите цены, радуйтесь. Вот, купил себе за 5 злотых на обед такие. Булку, вот тебе 7 злотых, вот и обед. Горчица за злотой. Порубки за 6 злотых. И пару комизеток вот этих. И ешь. Вот даже по скидке перлинки есть. 4 злотых. 50% скидка. Офигеть. Детские. Все на любой вкус. Лишь бы платил бы, лишь бы потреблял. Культ потребителя у нас превыше всего. Вот это, кстати, вкусная колбаса. Я раньше покупал, 16,55. Но сейчас я уже такое не ем, так что мне проще. Вот это куриный колбаса тоже нормально, 7,50. Ну, небольшая она не в скидка. Ну что, цены на пивку. Видите, Кашталан 2,89. Ну, подорожало все. Я, кстати, уже давно пива не пил, даже не помню, что это такое. Все, ребята, меняется. Интересы меняются, желания, вкусы тоже меняются. Видите, подорожало. После длительного отсутствия, я вот сейчас смотрю на цены. Я помню примерно цены, которые были. Все тоже дорожает. Может, не так заметно, как у нас, но тоже дорожает. Копченая рыбка, 5,49. Неплохо. 7,59. Это, получается, селедка, это скумбрия. Вот красную рыбку можно купить за 20 злотых. Такой кшмат тут. Сколько грамм? 200 грамм. Так что, в принципе, тоже можно и красной рыбой питаться. И опять же, все будет примерно в одной и той же ценовой категории. Неплохо. Вот лосось. По скидочке 12 злотых. Неплохо. Замороженная качка. 16,99 за килограмм. Смотрите, какая она большая. Вот кролик. Кролик 32 злотых за килограмм. Гусни. Да, это гусь. 21 злотых за килограмм. Обалдеть. А вот это что? Это вот перч из гуся. Это грудинка гусиная. А вот эта грудинка качки по 50 злотых. Перепелица. Она тут называется перличка. Можно и тут купить. Видите, ребята, реально все есть. Вот эти большие креветки за 69 злотых за килограмм. Но это уже реально крутая еда. Вознообразие фаскуда всегда меня тут поражало. Смотрите, пиццы по 10 злотых. На любой вкус, любого качества все по такому еду. За 50 злотых. Это прям американская мечта. Вот фрыжки и яйца. По 10 злотых за килограмм. Замороженные. Даже чистить картошку не надо. Купил килограмм за 10 злотых. Тогда килограмм картошки стоит 3 злотых. Купил, кинул, да и пожарил. Самый дешевый паштет злотых 24. Если тут большая банка 7 злотых стоит, то смотри, где. Единразовая такая пачечка злотых 24 стоит. И то тут, видите, до 2 злотых. Но его реально много. Вот смотрите, с грибами, еще с какой-то, с перцем. С любыми добавками, на любой вкус. И вот это очень, кстати, часто я делал, как поляки себе покупают. Вот, я не знаю, пач мясо такое вот из индека. Открывают с хлебом и едят. Вот так вот. Это такой обед у них. Я, конечно, предпочитаю более другую еду. Но тут все. Кстати, очень вкусно. Я брал вот такую. Очень вкусное. Потому что ничего сказать против не мог. Ну что, друзья, вот по скидке майонез. 4,99 за такую банку. Но тут реально майонез вкусный. Ну, конечно, я вот эти все добавки вам не советую употреблять в еду. Потому что, как ни крути, это все-таки химическая какая-то основа этого всего. И в будущем оно как-то вылезет. Очень много горчиц, всевозможных соусов. Тут с этим, благо, все нормально. Можете на любой вкус соуса купить. И, в принципе, я говорю, горчичка. Аказ, да, ли. Соус какой-то там, камизелька. Вот эта булочка. И кусочек мяса. Вот вам и обед. Всевозможные завтраки. Вот килограмм таких 500 грамм таких завтраков 8 злоток. То есть, теперь не хочу. Как показывает реклама, что это очень супер здоровые завтраки. Но они что-то забывают рассказать, с какого они сделаны, так сказать, гэ. Вот, смотрите, нутелла. Баночка стоит 9,49. Обалдеть. Вот крем-намазочка. 4 злоток чоколадола. Я хотел вам показать, сколько стоит такая намазка, которая очень часто у нас продают. Она такая коричневая. Но она продается в бедренке. Тут ее нет. Будете в Польше, обязательно возьмите вот это ореховое масло. Те, кто любит ореховое масло, оценят это. Реально крутое. 10 злоток стоит. Вот смотрите. Мандаринки. Помаранчев. 4,50. 3,85. 3,75. Выбор реально огромный. Вот баклажаны есть. Вот кабачки есть. 4,78. 5 злоток. Офигеть. Еще не сезон, а уже можно покупать и вообще не париться. Разнообразие цен просто уделает. Также и на яблоки. Какие хочешь. Яблоки до 3 злоток за килограмм. Он груши 4,89. Люди разбирают по акции. Бананы по 3 злоток. Сытая жизнь. Что сказать. Испанский арбуз 3,99. Офигеть. Можно и арбузы есть круглый год. 4,98. 4 помидоры 98. Офигеть. Ну я реально сейчас приятно удивлен. Я просто прекрасно понимаю, что зарплаты тут выше. Если ты там зарабатываешь свои 3 тысячи злоток, то блин, ребята, на 3 тысячи злоток можно жить. Даже с учетом того, что ты будешь снимать себе жилье более-менее нормально, можно жить, существовать и получать от жизни кайф. Вот видите, вот так вот продаются конфеты в таком виде. Цены до 20 злоток, до 30 злоток за килограмм. Выбирай, не хочу. Любые. Вот так вот продаются тут печенья. 17-40. Такими большими пачками. Класс. Гребника испанская. За упаковку это полкило 3,75. Ребята, тут капуста дешевле, чем у нас. 3 злоток стоит за килограмм. У нас вроде бы она 27 или 28 гривен за килограмм. То есть на злотый больше. Пекинская капуста 3,50. Молодая капуста 5 злотых за килограмм. Но она у нас тоже где-то так и стоит. Вот видите, кукурузины и чипсы. Тоже прикольная штука. 8,19 стоит. Такую большую пачку под футбол. Я так понимаю, уже с соусом. Либо что-то себе отдельно. Вот острые соусы. Видите, все мексиканское можно купить. Тут действительно можно на любой вкус купить себе еду. Наверное, с любого уголка мира. Потому что, смотрите, целый отдел. Он даже, видите, ходит и ищет любимую свою еду. Вот смотрите, вот китайские соусы. Вот китайская лапша. Все для суши тут. Класс. Мука. 2,24. Видите, разные мука. Ну, любого. Вот 85, 2,54. На любой вкус можно выбирать. Вот супер. Супер, кстати, подорожал был. Я помню, 3,50. Сейчас уже почти 5 злотых. Тоже, видите, цены тут дорожают. Даже по бензину могу вам сказать. Когда я уезжал, был 4,70. 4,8. Сейчас уже смотрю. 5,30 бензин. И вообще, хочу сказать свое мнение. Мне кажется, что цены уже давным-давно с нашими сравнялись. Но зарплаты, конечно, не сравнялись. Хотя у нас они по чуть-чуть растут уже. Люди подтягиваются. Это раз. И тут разнообразие больше. Когда много ешь, надо много туалетной бумаги покупать. Видите, большие рулоны по 8 этих ролик, блин. 7 злотых стоит. Обалдеть. Вот большие такие полотенца. Тут продают, чего я, кстати, у нас не видел. По 46 злотых. 350 гривен примерно. Покупай, не хочу. Вот видите, подсолнечного масла стоит 4,69. Ну, цены, я же говорю, такие, как у нас. Мне раньше казалось, что цены тут чуть-чуть были завышенные. Тут теперь цены такие же, как у нас. Так что, в принципе, сейчас глупо сравнивать. Я первый раз, кстати, увидел тут масло подсолнечное универсальное. Можно и, короче, и в двигатель заливать. Универсальное же. Любите ананасы? Вот, ананас 10,50 за штуку. Класс. Вот манго. 10 злотых за штуку. Ну, я манго ненавижу просто. Это такая невкусная штука, что просто нет сил. Вот цитрына. 3,29 за килограмм. Видите, разнообразие тоже можно выбирать. Но самое главное, что я хотел посмотреть, это дынька. Она даже, кстати, дынькой не пахнет вообще. 4,98. А вот это, интересно, ну. О, вот это уже более-менее хоть что-то похожее на дыньку. А ну. Вот это больше всего пахнет дынькой. 8,49. Ага, и видите, 10 злотых за килограмм. 10 злотых за килограмм дыни. Ребята, 10 злотых. Я же говорю, то есть все примерно в одной ценовой категории. Ты можешь себе все позволить. Вот что мне нравится, что примерно все в одной и той же цене можешь примерно все себе позволить в равной мере. Понимаете? Все умеренно. Даже виноград вот 7,76. Вот если там видно. 7,76. Ну что, друзья, что я могу сказать? Цены уже такие же, как у нас. Это точно. Что-то может дешевле, но у нас уже не так значительно. Конечно, зарплаты еще нам расти и расти. Это нам все впереди. Тут огромное разнообразие, что мне нравятся. Разные продукты любых марок. Очень много конкурентов. Можете дешевые, что-то подороже взять. Одного и того же вида товара. Спасибо большое, что смотрели. Зовут меня Юрий. Канал Испоит. И подписывайся на канал. Подписывайся на мой инстаграм. Ссылочка в описании. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.